Мальки появились на свет в мае и вот доросли до оптимальной массы для взрослой жизни. Возраст рыбы можно определить по многим факторам – плавникам, глазам и массе. Но измеряется он не человеческими мерками в годах и месяцах, а по-рыбацки – это, например, сигалетки, то есть появились в этом году. Этот малюк селзана весит всего 160 граммов в возраст, достаточный для того, чтобы выйти в свободное плавание. Для сохранения популяции выпустили 90 тысяч мальков, а поймать их обычному рыбаку не так просто, потому что они отличаются хитрым нравом. Сазана в старину называли лисом. Он умеет прятаться и бездумно на крючок не попадется. Все эти браконьерские по-любому будут попадаться, а так, ну, он очень осторожный. Программа пополнения биоразнообразия водных ресурсов работает в области уже 10 лет. Особое внимание акватории реки Маныч. Восстанавливать популяции помогает государственно-частное партнерство. Предприятия, готовые за свой счет вырастить и выпустить в водоемы рыбу, субсидируют. Через три года такой сазан сможет дать потомство. Рыба будет размножаться, это касается сазана, сазан будет размножаться, увеличивается биоразнообразие. Это очень-очень полезно для нашей экологии, для нашей природы. Эта программа продолжается, это не только в этом году, эта программа продолжается и дальше, как минимум до 2030 года. На следующей неделе Веселовское водохранилище выпустят еще сазанов и 365 тысяч мальков толстолобы и белого амура. Эти растительноядные рыбы принесут пользу водоемам, поедая лишние водоросли и камыш. Зарастаемость водоема очень высокая и они работают, например, толстолоб и белый амур, как миллиораторы. А сазан – это просто в помощь им и для увлечения рыбопродуктивности этого водохранилища. Зарыбляют водоемы весной и осенью, когда вода прохладная. При ее температуре около 10 градусов рыба хорошо переносит перевозку, быстрее адаптируется на новом месте, а значит мальков выживает больше. Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Дон-24, Пролетарский район.